Сегодня мы поговорим вновь о планетах, только о планетах за пределами Солнечной системы, об экзопланетах, и о поисках жизни везде, и на планетах нашей системы, и за ее пределами. Мне кажется, это такой междисциплинарный вопрос, который каким-то образом свяжет астрономию и прочие науки. Начнем с Солнечной системы, потом пойдем за ее пределы. Вот перед нами модель Солнечной системы в масштабе. Главный объект — наша звезда. Ну, говорить о поисках жизни на Солнце бессмысленно, оно слишком горячее. Жизнь может быть в умеренных температурных условиях, значит, на планетах. Но когда мы посмотрим на ряд планет, обращающихся вокруг Солнца, вряд ли наш взор остановится вот на этой мелочи, на четырех маленьких планетах. Скорее мы заинтересуемся мы, как наблюдатели со стороны, как пришельцы Солнечной системы, заинтересуемся этими гигантскими планетами Юпитера, Сатурна, Урана, Нептун. Но выясняется, что условия жизни на них совершенно не соответствуют нашим представлениям, нашей биологии. Следовательно, это неинтересные планеты с точки зрения поисков жизни. Совершенно неожиданно оказывается, что вот эта вот крупинка под названием Земля является единственной обителью жизни в Солнечной системе. Так сразу и не подумаешь, почему именно на ней сложились условия для зарождения этого удивительного, непонятного, совершенно фантастического процесса жизнедеятельности. Ну, условия на Земле мы знаем, и, пожалуй, главное ее качество – это наличие жидкой воды. Ни одна другая планета на поверхности не имеет такого количества, да вообще не имеет жидкой воды, а уж тем более в таком количестве. Есть вода либо в виде снега, либо в виде пара в атмосфере, но ни на одной другой планете ее нет в жидком виде. А такой идеальный универсальный растворитель, как вода, как уверяют биологи, совершенно необходим для зарождения жизни и для дальнейшего ее развития. Велика ли область Земли, охваченная биосферой? Нам кажется, что она невелика. Вот от поверхности Земли до высоты в несколько километров, где птички еще летают. На самом деле это не так. До глубины, ну, до тех глубин, где температура в недрах Земли еще не превосходит 100-110 градусов, вся кора земная населена микроорганизмами. И по подсчетам специалистов, биомасса, живущая под Землей, больше того, что живет на поверхности Земли, там, слонов, китов, гиппопотамов, и летает в атмосфере. Таким образом, жизнь на Земле в основном подземная. И с этой идеей о подземной жизни мы еще не раз встретимся, когда будем говорить о других планетах. Под землей условия стабильные и для жизни вполне благополучные. Жизнь на Земле, несмотря на множество опасностей, которые ее окружают, космических угроз, жизнь на Земле не прерывалась с тех пор, как зародилась. То есть 4 миллиарда лет. Это, в общем, приятный факт. И можно думать, что раз она 4 миллиарда лет не прерывалась, то и в ближайшее время ей нет причин вдруг оборваться. Хотя были катаклизмы, тем не менее, жизнь чрезвычайно живучая, чрезвычайно устойчивая и легко адаптируется ко многим переменам на Земле. Посмотрите, каковы границы жизни. Если мы говорим о поисках живого, то, естественно, надо все физические и химические диапазоны представлять себе, которые позволяют нашей земной жизни существовать. Это так называемая область существования экстремофилов, то есть организмов, которые в самых сложных, в самых тяжелых условиях все-таки могут выживать. Ну, температурный диапазон, вот сегодня, например, от 123, по-моему, сегодня даже уже немножко устарела эта информация, 125 градусов я видел выше нуля, тем не менее, некоторые организмы выживают. Ну, а нижняя граница почти до абсолютного нуля, по крайней мере, в такой латентной форме могут живые существа в анабиозе сохраняться. А в активной форме, видите, до минус почти 20 градусов тоже могут существовать. Правда, тут надо заметить, это отрицательные температуры, но условием существования таких, ну, это микроорганизмы, конечно, все равно является жидкая вода. Она жидкая даже при низких, ну, в виде раствора, там, соли, очень концентрированного, все равно не замерзает. Как только мы видим отсутствие жидкой воды, жизнь прекращается. Надо, чтобы она была непременно. Даже во льду, вот в антарктическом льду, между кристалликами льда есть тоненькая пленочка жидкой воды. И вот там не процветают, но, по крайней мере, существуют микроорганизмы. Ну, дальше вы сами можете посмотреть этот диапазон условий. Колоссальный диапазон по солености, по кислотности. Давление вообще не имеет, по-моему, никакого значения. И в вакууме существует, и при давлении, там, марианской впадины на глубине 11 километров жизнь спокойно развивается. Вот замечательный, замечательный организм под названием тихоходка. Удивительный организм. Возможно, самое выносливое существо на Земле. А может быть, даже и не на Земле. Бог знает, откуда она явилась. Она спокойно переносит условия космического вакуума, космической радиации. Умеет чинить свою ДНК, поврежденную тяжелыми частицами, быстрыми радиацией. И, в общем, условия, в которых ее находят и на глубине 10 километров в океане, и в стратосфере, где она только... Малюсенькое существо, миллиметр примерно размером. И вот это яркий образец того, как жизнь, насколько жизнь устойчива и легко адаптируется. Легко или нелегко, это надо спросить у тихоходки. Но, по крайней мере, адаптируется к очень разнообразным условиям. Так что диапазон возможных условий для жизни довольно велик. Можем ли мы на Земле попытаться найти новые формы жизни? Не новые виды, или там роды, или отряды, а буквально новые биосферы? Казалось бы, нет. Тем не менее, нечто подобное на внеземную жизнь, или, скажем так, отдельные кусочки биосферы на Земле обнаруживаются. Вы, наверное, уже слышали об озере Восток в Антарктиде. Вот в этом месте, указанном стрелочками. И там даже на космическом снимке можно проследить вот здесь такое темненькое пятнышко. Это подледное озеро. Ну, в Антарктиде много подледных озер. Давайте разденем Антарктиду, поднимем ее, ледяной купол, посмотрим на нее, как на континент. Там десятки довольно крупных и сотни мелких подледных озер. Из них текут реки, они стекают в океан, в общем, все как положено. А поверх них ледники потихонечку стекают или как перемещаются от полюса к побережью. И вот подо льдом оказываются условия довольно благополучные и не запрещают развитию жизни. А озеро Восток в этом смысле особенное, хотя бы в двух отношениях. Во-первых, над ним случайно оказалась наша полярная станция. Восток, потому и озеро так называют. Совершенно случайно. Когда ее закладывали, никто не знал, что под ней окажется этот водоем. А сам водоем уникален тем, что он был, по-видимому, озером еще тогда, когда Антарктида не была покрыта льдом. Ледяной купол ведь не всегда был на этом материке. Когда-то Антарктида ближе к экватору располагалась, там было теплее. И вот эта котловина, она в то время еще, скорее всего, была озером. И там, ну, куда делся? Там наверняка была жизнь. Потом Антарктида сместилась к полюсу, покрылась льдом, трех с половиной километровый слой льда, а озеро сохранилось. При большом давлении и при подходящей снизу сквозь земную твердь энергии, тепла, потоки, эта вода не замерзает. Ледник потихонечку сползает мимо озера, а оно сохраняется. И вообще говоря, условия там не запрещают существовать жизни. Хотя условия, конечно, сложные. Ну, температура около нуля, понятно, температура нормальная, вода жидкая есть, но под давлением вот этого трехкилометрового слоя воды, слой льда в воде озера Восток очень хорошо кислород растворяется. Давление там 4 километра высота, 400 атмосфер давления и очень высокое содержание кислорода в воде. А вообще кислород это, конечно, яд, ну, яд, окислитель для живых существ. И неизвестно, может ли при таком высоком содержании кислорода развиваться жизнь. Но если может, тогда она там уже по крайней мере миллиона, скорее всего, миллиона 2 или 3 лет оказывается закупоренной, оторванной от прочих, прочей биосферы Земли. Недавно, год тому назад, полярники пробурили лед и взяли первые пробы вещества из этого озера. Правда, вещество взяли в виде льда, намерзшего на верхний вот этот вот снежный лед, озерного льда. В нем непонятно, что обнаружилось. Последние несколько недель были сообщения от исследователей из Санкт-Петербурга, противоречащие друг другу. В одних сообщениях утверждалось, что найдены новые виды микроорганизмов, другие сообщения буквально там через день приходили, опровергали это. Ну, работа только начинается. На самом деле, гораздо более интересные результаты будут получены, когда буровой снаряд пройдет до дна этого озера и возьмет там жидкую воду. И главное, в этих слоях значительно больше, лучше возможность для развития жизни. Здесь есть чем питаться. Может быть, там даже обнаружатся мелкие вулканические выходы типа черных курильщиков, которые на дне океана, как известно, есть. И тогда могут быть такие микробиоцинозы там развиваться в отрыве от нашей общей биосферы. Потому что так вот сверху туда ничего не падает, естественно, для питания микроорганизмов. Насчет черных курильщиков я много рассказывать не буду. Это вещь известная. Уже лет 20 или 25, как они обнаружены. Напомню только, что на большой глубине в районе срединноокеанических хребтов, там, где дно океана рассечено трещиной и оттуда поднимается теплое вещество земной мантии, там довольно часто вот такие выходы горячей воды при температуре 300 градусов, 350 иногда. И богаты они химическими элементами. И вот здесь вокруг этих микровулканчиков, буквально в диаметре нескольких метров, процветает жизнь, своеобразная жизнь, почти не имеющая контактов с другой, с нашей главной биосферой, охватывающей землю. И в каком-то смысле это тоже внеземная жизнь, по крайней мере оригинальная форма биосферы. Ну и тем более интересно в озере Восток посмотреть, совсем оторванную от биосферы на миллионы лет. Это, так сказать, один или первый шаг к поискам внеземной жизни, поискам своеобразной жизни. Хотя лично мне кажется, что она все-таки общую биологию, общую генетическую связь, конечно, не потеряла с биосферой, там, видимо, ДНК и аминокислоты те же. Но посмотрим, как это преобразуется в отрыве от земной биосферы. Жизнь на Земле не вечно. Началась она давно, почти сразу после формирования планеты. И вот так мы представляем себе эволюцию нашей Земли, а точнее воды на поверхности Земли, воды как главного фактора существования жизни. Несколько миллиардов лет назад Земля была почти полностью покрыта океаном, сегодня она уже потеряла значительную часть водяных паров и воздушных атмосферы Земли, потому что не в очень большом темпе, но все-таки газы уходят в космос. Вода H2O расщепляется ультрафиолетовыми лучами космическими на кислород и водород, и водород как наиболее легкий газ, молекулы его имеют большую скорость, ускользает из земной атмосферы несколько килограмм в секунду улетает с Земли в космическое пространство. Если на нашу планету посмотреть со стороны, что делали неоднократно, она таким галловодородным окружена, то есть водород все время покидает земную атмосферу, а кислород окисляет породы и тоже оказывается выведенным из оборота. Пройдет еще несколько миллиардов лет, и земля высохнет, океаны высохнут, атмосфера испарится. Ну, жизнь на земле, на поверхности земли при этом, наверное, прекратится. Что будет с подземной жизнью, не могу сказать, насколько сильно она зависит от условий на поверхности, но, видимо, ей тоже не очень комфортно придется, когда на поверхности условия будут такие жестокие. Примерно через 5 миллиардов лет и под поверхностью Земли и вообще где-либо на нашей планете жизнь прекратится по той причине, что подойдет срок жизни нашего светила, Солнца. Мы еще будем говорить об эволюции звезд, но вы, наверное, слышали, что нашему Солнцу сегодня около 5 миллиардов лет, это еще примерно столько же осталось светить. Запасы энергии в нем закончатся, водород превратится в гелий, при этом ядро Солнца сожмется, а внешние слои раздуются, и на нашем небосводе будет такая гигантская, красноватая, ну, оранжевая, скорее всего, звезда, не такая горячая, как Солнце, но в сотни раз более крупная, и она нагреет поверхность нашей планеты примерно до тысячи градусов, тут уж, конечно, никакие организмы не выдержат таких условий, это будет окончание эволюции жизни на Земле, не эволюции жизни вообще, а конкретно на нашей планете. Ну, к этому моменту надо быть готовым и поискать себе что-то, какую-то запасную планету. Мы интересуемся тем, где жизнь в космосе может существовать сегодня или где мы ее можем насадить, развить в будущем. При этом редко удается получить в руки образцы космического вещества. Тем не менее, они время от времени прилетают на Землю, хотя бы в виде метеоритов. Как правило, метеориты загорают в атмосфере, но кое-что остается, падает. Вот не нам с вами об этом рассказывать, сами видели недавно, как это происходит, но, к счастью, не всегда это происходит катастрофически. Время от времени падают довольно крупные обломки и крупные кратеры метеоритные остаются после взрыва, после разлета этих обломков. Но, когда мы собираем метеориты, оказывается, что ничего особенного в них нет. Как правило, это трех, грубо говоря, двух сортов, железные и каменные. Но, на самом деле, и каменные тоже в первом приближении делятся на два сорта, хондриты и ахондриты. Хондриты – это хондры, маленькие вкрапления, шарики такие, вкрапленные в основное тело, в матрицу метеорита, и они говорят о том, что это древнее вещество, но все-таки немножко переплавленное, уже побывавшее в каких-то пертрубациях. Ну, а железный метеорит, очевидно, как следует, существенную эволюцию претерпел в недрах какой-то планеты, может быть, небольшой планеты, типа астероида крупного, так что железо отделилось от прочих элементов и в таком вот самородном виде. Это нечистое железо, обычное железо и никель, но нас интересуют вот эти каменные метеориты, они больших изменений не претерпели, и в них что-то могло, древние следы какие-то сохраниться. Метеориты сегодня активно ищут, как правило, в двух местах, там, где просто камней, вы не обнаружите. Это либо на ледяных куполах в Антарктиде и в Гренландии, либо в песчаных пустынях, на Аравийском полуострове. На песке любой камень, как правило, пришелец из космоса. Не всегда, но часто. На ледяном куполе тоже, откуда там взяться камням, как правило, это метеориты, и там их часто находят. Один метеорит особенно сегодня привлекает внимание исследователей, это метеорит, найденный в Антарктиде, вот аббревиатура Алан Хиллс, это горный хребет на побережье Антарктиды. В 1984 году его нашли, в середине 90-х начали исследовать, распилили, положили под электронный микроскоп и заметили странное образование в нем при большом увеличении, размером примерно 10 нанометров, такие похожие на окаменевшие, окаменелые микроорганизмы, бактерии. Несколько лет, даже не лет, а, пожалуй, два десятилетия уже почти идет спор между специалистами, что это такое. Просто геологические такие, естественные структуры или окаменевшие бактерии. Особенно важно это, вот по какой причине. В каждом каменном метеорите обычно полости есть, пустоты, и исследователи очень тщательно достают газ из этих пустот и изучают его изотопный состав, чтобы узнать, в каких, в атмосфере какой планеты формировался данный камень. Атмосферы всех планет Земли, Венеры, Марса имеют разный изотопный состав, и это как визитная карточка планеты. Между прочим, часто мы находим метеориты земного происхождения. Вот упал крупный метеорит на Землю, взрыв произошел, из Земли в космос были выброшены какое-то количество земных пород. Полетали немножко и вновь на Землю упали, вполне такой земной метеорит вернулся на Землю. Может быть, лунных метеоритов много найдено, состав Луны хорошо известен. А этот, или точнее тот газ, который обнаружился в этих полостях, оказался марсианского происхождения. по его изотопному составу это атмосфера Марса. Значит, и камень прилетел с Марса. И тот факт, что мы обнаружили в нем вот этих червячков беленьких, говорит, ну вот, при большом увеличении. Вот об этих структурах идет речь. Некоторым исследователям говорит о том, что это остатки марсианских микроорганизмов. Споры еще не закончены. Но я за ними слежу и вижу, что все больше специалистов склоняется к мысли, что это все-таки окаменевшие бактерии. Потому что вокруг здесь видны следы их жизнедеятельности, там характерное вещество. Ну, органического-то здесь нет вещества, это все, конечно, замещенное вещество. Но форма сохранилась, и продукты жизнедеятельности какие-то там тоже сохранились. В общем, среди специалистов почти закончились споры, и они пришли к согласию, что это реликт марсианской жизни. Как видим, Марс сам предоставил нам образцы своего вещества, да еще вот с такими интересными вкраплениями. Мы еще не смогли привезти с Марса добытые там образцы, а они сами уже примерно две дюжины таких метеоритов в марсианских обнаружено на земле, но только в этом найдены следы жизни. Очень интересно. Спасибо.